Медики, спасатели, волонтеры в одной команде на стадионе Металлург прошли межведомственные учения в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Какое ЧП может потребовать совместных усилий сразу всех служб и готовы ли к этому самарские специалисты, узнал Кирилл Козин. Счет идет на минуту. От слаженности работы всех служб зависят жизни людей. Условия максимально приближены к реальности. На стадионе произошел взрыв. По легенде он привел к частичному обрушению трибун задымленности и давки. Спасателям и всем остальным службам нужно максимально быстро эвакуировать людей из трибун, кого нужно доставить в сортировочный центр и максимально быстро эвакуировать их с территории стадиона в лечебное учреждение. Обрушение трибун – один из самых жестких сценариев. Большое количество пострадавших с самой разной степени тяжести. Поэтому акцент во время межведомственных учений сделали на работе медиков. Есть мобильные бригады, которые оказывают первую помощь непосредственно на трибунах в очаге чрезвычайной ситуации. Вот эти мобильные бригады доставляют больных на сортировочный пункт, где уже мы, сортировочные бригады, продолжаем оказывать первую помощь. В учениях задействованы и кареты скорой помощи. Шесть машин вывозят пострадавших с места ЧП. В случае реальной угрозы на Самар-арену прибудут 50-60 экипажей. А на самом стадионе на каждом матче будут работать 26 мобильных врачебных бригад. Скоординировать их работу и взаимодействие с другими службами – задача номер один. Сегодня будут в учениях участвовать 250 медицинских работников. Это только медицинских работников. Отдельно идет служба спасения, городские и областные спасатели, пожарная служба, служба безопасности, МВД, МЧС. Каждая структура представлена своим звеном. Команда самарских медиков в таких масштабных межведомственных учениях приняла участие впервые. До этого работали отдельно. Новый опыт войдет в практику. В преддверии мундиаля совместные тренировки станут постоянными. Кирилл Козин, Сергей Павлов, Новости губернии.